Штрафной, заработанный на правом фланге. Навес в сторону ворот и угловой, так что придется отложить. Боролся с Шетертеллом и, по сути, ему не проиграл. Конечно, прошло много времени с того момента, как играл этот нападающий за Марсель, и где он только не побывал, и даже во второй французской лиге. Тем не менее, для команды, которая вроде бы считается провинциальной даже по греческим меркам, это неплохое приобретение. И атака Ларисы, и Бакаёка бежит к мячу, подбирает его, Анюков перед ним. В пределах штрафной нужно осмотрителем всегда быть защитнику, а лучше, чтобы защитник был не один, собственно, сыграть активно в атаке и чего-то добиться. Собственно, мы и видим на первых минутах, что греки атакуют, а атакуют довольно опасно. Может быть, удар поворотом, и удар состоялся. Правда, с такой позиции мог бы Клейтон и получше пробить. Единственный мяч команды парозащитников, то большинство футболистов нас с вами заинтересовало только вчера-позавчера. Кое-какая информация есть, но ее, конечно, немного. Вот опасно, и здесь Чантафальский уже забирает мяч в ногах у Бакаёка. Датская бригада арбитров работает сегодня. Николай Волкартс ее возглавляет. Бакаёко присматривает за ним. Тоже, как и в предыдущем эпизоде, Чантафальский не бросается. Это правильно. Очень опасно Бакаёко. Удар! Чантафальский отбивает мяч. Вот она настырность и мощь в то же время. Конечно, про технику я и не говорю. Пластичный очень игрок. Ибрахима Бакаёко. Все сделал очень здорово. Не факт, что попадал в створ, но абсолютно прав здесь. Чантафальский, он этот мяч, что называется, потащил. Навес до биза стянулся за мячом. Ширл навешивает. Могло быть опасно. Удар по воротам. Снова Ширл. Разумный перевод почти что на другой фланг. Человек 200. В принципе, выездная группа «Зенита» может быть не так активна, как других российских клубов. Посмотрим за атакой. Погребняк успевает здесь. Кацолис сюда, в Грецию, приехали. Штрафной. Лариса заработала. Навес может быть опасно. Удар! Честно говоря, такого ракурса было и непонятно, куда мяч летит. Не до биза слепил по воротам. Да, видимо, до биза, после рикошета добил мяч до биза, но не добил до ворот. В створ не попал. Было очень, тем не менее, опасно. Вот он, рикошет, Ким Донжин. Кстати, штрафной у «Зенита». Его выполняет Аршавин. И вот, собственно, то же самое происходит. Если бы сейчас мяч влетел в девятку, до биза привык царить в штрафной. Неважно, в своей или чужой. Все это ему очень нравится. Ну, так недалеко и до беды. Аршавин. Здорово. Тимачук в одно касание направо. И Зырянов получил мяч. Не станет обыгрывать. А сделал передачу. Неужели Ким Донжин успел? Нет, это Ширл все-таки. Ну, Ширла можно увидеть на разных позициях. Хотя, если попытаться привязать состав «Зенита» к структуре 4-4-2, то, конечно, ему как раз и следует на левом фланге полузащиты. Это, по-моему, Шкартел так высоко, выражаясь футбольно-геометрическим языком, оказался. А в результате пробил Тимачук и пробил опасно. Но здесь от ноги по гребнякам мяч, конечно же, уходит. Вот капитан «Зенита» Анатолий Тимачук. Его удар с пенальти пока единственное достижение. Голевое достижение «Зенита» в турнире. Напомню еще раз, в первом матче «Дома» «Зенит» сыграл в ничью с Азе Алкмаром. Половы с ноги, куда он там летел, трудно сказать, Константина Зырянова. Угловой, опасно, и удар поворотом. Ломберц, по-моему, может быть, Шкартел. Кто-то, по-моему, из центральных защитников нанес этот удар. Тимачук выигрывает мяч. Еще раз опасно. Ну, когда же бить поворотом? Шкартел забыл. Образно говоря, нанести удар. Да, это Мартин Шкартел чуть было не занес мяч в сетку ворот. Не повезло «Зениту». Чуть правее. Думаю, что для футболистов «Зенита» подобный символ соперника хороший раздражительный. Еще одна атака российской команды. Очень быстро бежит Аршавин. И гол! Павел Погребняк. Браво, Андрей Аршавин. Разорвал буквально он оборону. Вот то, собственно, что и хотелось увидеть. Еще одно усилие. Видно было, что и чувствовалось, что трещит, уже дрожит оборона греческой команды, не выдерживая постоянных атак, постоянного напряжения. И Аршавин это усилие совершил. Ну, а Павел Погребняк, как и положено, центр форварду забил. Я бы сказал, что это был красивый даже гол Погребняка. Несмотря на то, что вроде бы он минимум усилий приложил. Нападающий хорош тогда, когда сделал свою работу на 100%. А вот так открыться, оказаться в нужной точке, освободиться от опеки, это, собственно, уже 90, может быть, 80% того, что должен уметь центр форварду. Да, можно предъявлять какие-то другие требования, ждать, что он будет выигрывать верховые мячи, что он будет постоянно. Лариса, ну и Бакайоков впереди. В эти две-три последние минуты неплохо бы продолжить давление. Вполне возможно, ошибся Лайнсмен. Ну, с улыбкой восприняли это футболисты Зенита. Чуть-чуть изменили свой внешний вид. А вот здесь момент очень опасный. И Чантафальский спасает Зенит. 1-0, напомню. Питерская команда выигрывает на выезде у греческой Ларисы. Второй тур группового этапа розыгрыша Кубковой Ифа. Ибрахима Бакайока мог забить, и не было у Иварийца положения вне игры. Смотрите, это Добизос. Капитан команды пришел и опоздал с выходом Анатолий Тимощук, по-моему. Из-за его позиции не получилось вне игры у форварда Ларисы. Эпизод очень опасный, когда Зырянов выходил один на один, зафиксировав положение вне игры. Ну а сейчас еще одна атака Греков. Бакайока опять. И может быть и очень опасно. Снова удар, рикошет. Теперь защитники принимают на себя удар. Хоккейному, да еще и группой. Здесь Чантафальский выходит из ворот. В одно касание могло быть опаснее, если бы сыграл вторым темпом греческий игрок. Тем не менее, и здесь голевой момент. Третий в течение буквально двух минут. Забыли, может, хозяев полузащита. Второй Коциус, десятый Клейтон, одиннадцатый Александру. Дальше Фатакис, восемнадцатый. Семнадцатый Сармиенто. Это все игроки, скорее, средней линии. Момент просто на моменте. И сейчас Шкартел излучалось. Буквально первые минут 15. И вот сейчас тоже. Но самое, что неприятное для Зенита, то, что не удается справиться с подбором после стандартов, что бьют поворотом. Раз за разом. Футболисты. Марселла Сармиенто. Был на ваших экранах. И вот количество ударов уже зашкаливает. И в конце концов мяч летает в ворота Зенита. Абсолютно заслуженный гол. Ларисы. И никуда тут не денешься. Не нападающий очень здорово с разворота, положив корпус. Мяч загнал в угол. Кто-то должен был это сделать. Честное слово. Если бы Лариса не забила, это был бы счастливый случай. Ну, а теперь все должно быть уже по делу. Я надеюсь, что Зенит придет в себя. Надо отдать должное. Все-таки в команде греческой Георгиус Донис. Кстати, очень известная и заметная фигура в европейском футболе. В 90-х годах первый грек, получивший прописку в английской премьер-лиге, заменил его дико-адвокат. Вышел Алехандро Домингес номер 7. Форвард восьмой номер Павел Погребняк возник на Абума. А затем стало ясно, что надо выстроить оборону. Надо избежать постоянного на себя давления. А умеющий держать мяч обязан был, собственно, этим и заниматься в эти тяжелые минуты. Ну, вся команда здесь, конечно, сыграла не лучшим образом, чтобы предъявлять претензии к одному человеку, тем более высшему на замену. Багаёко здорово мяч пропускает Александру и 2-1. Александру это было ли не Александру, или, может быть, кто-то другой, односторонний. Играли на Багаёко, и то, что мог, он делал. Он отрывался, он открывался, он получал мяч, а пасовать ему особенно было некому. А сейчас, посмотрите, те люди, фамилии которых просто не звучали в первом тайме. Кипрёд Александру и Фатакис начали получать мяч и забили уже по мячу. Вот так за 15 минут, за 17 минут второго тайма Лариса перевернула игру. И, конечно, любопытно, как себя теперь поведет греческий клуб. Действительно, сегодня можно выиграть. Команда может и перейти к глухой обороне. Тогда, я надеюсь, Зенит этим воспользуется. Вот сейчас уже нужно забивать. Удар по воротам, ну как же так? Ну, а Домингес даром, что впервые приступил к игре. За плечами у себя имел соперник. Это даже не защитник, полузащитник. Коциос, хотя, может быть, вот, учитывая эту замену, Коциос перешел, несмотря на второй номер. Может быть, он номинальный игрок обороны и перешел именно... Сыгранный во вторник. Можно и мяч подержать. Против этого Зениту придется играть в прессинге. А вот удастся ли Бакайоко? И нет положения вне игры, упускает шанс. Шанс уже далеко увести свою команду вперед Ибрахима Бакайоко. Пятится, пятится защитник. Это Ломберц. Может быть, как раз пятится напрасно. Скорее нужно было сделать два шага вперед. Снова мяч в штрафной Зенита. Со всех сторон уже пылает оборона. И тушить этот пожар можно только по-суворовски. Нужно играть вперед. Домингес. Хороший момент. Выход к воротам. Зырянов. Удар. Гол. 2-2. А Константин Зырянов сравнивает счет. Ну что ж. Вроде бы Зенит еще и не успел прийти в себя. А Зырянов забил мяч. Ну, на то он. И, на мой взгляд, совершенно очевидный обладатель Кубка Прогресса. Но если бы такой существовал, индивидуальный приз вручался. По итогам нынешнего сезона Зырянов с большим отрывом должен был бы стать победителем в этой номинации. Он действительно играет так, как мало кто мог предположить. И очень многое на себе тащит. В том числе он протащил эту атаку. Да, Домингес молодец. Он все очень аккуратно сделал. Идеальная передача. Но диспетчер обязан так играть. Но ведь если бы не Зырянов, не его рывок, то это Сарадимов. Думаю, что просто две фамилии вписали туда, две сюда. И, в конце концов, два совсем свежих игрока у питерцев. Ну и третий играет лишь во втором тайме. Зырянов. Домингес. По-моему, не вовремя сделал передачу. Тем не менее, Теке гол. Пяткой забивает Фатих Теке. Но ничего хуже для греческой команды не придумаешь. Мало того, что ввели и теперь уже проигрывают. Еще вроде бы и момент был не самым опасным. Да к плюс тому и Турок забил. Три-два впереди Зенит. Ну что, получился по развитию счета просто роскошный матч. Кто бы здесь не выиграл, победа будет волевой. Но не пятки, ладно, не пятки. Просто щечкой срезал мяч в дальний угол. Фатих. Хотя хотелось увидеть и больше. Все равно красиво, все равно очень технично. И Домингес молодец. Загнал его вроде бы. Защитник уже выдавил из штрафной. А он оттуда нашел вариант. Не идеальная, конечно, оборона. И актуален абсолютно Теке, хорош Теке. Радимов в касане. Нет никакого офсайда. Вратарь выходит, нет, не выходит. А если выходит, то поздно. Обыгрывает его Анюков. Но передачу нужно сделать. Зырянов, удар. А назад скинут. Здесь уже подошел Ширл. Ширл игнорирует не первый раз Нататин Зырянов. Хотя, ну как тут. Было не попытаться в пустой угол сыграть. Защитник же без помощи. Хотя, конечно же, логичнее. И, по-моему, еще Ширл под левую ногу подстраивается под удар. Вот он и бьет. Но в створ ворот не попал. Не терять своих игроков на линии штрафной. Сейчас нужно защитникам Зенита. Вот, например, успевает Ширтел выбить мяч. Еще один навес опасно. Удар Чентафальский. Но удар не получился плотным. И все равно такие мячи с вращениями, с отскоком от газона в верхние, в нижние углы, бывает, залетают. Нарушение правил. Но сейчас, как в регби, как только атака закончится, прозвучит финальный свисток. Вот он. Главное, Зениту предстоит один из важнейших матчей в его истории.